Дорогие друзья, если вам не безразлично то, что происходит вокруг, если вы можете назвать себя неравнодушным человеком, если правда и справедливость для вас не просто громкие слова, то я прошу уделить 10 минут своего внимания и не пройти мимо. Хочу коротко рассказать вам историю одного нашего земляка, одного нашего соотечественника, который уже на протяжении года находится в Бутырском следственном изоляторе, более известном как Бутырская тюрьма или Бутырка. Его зовут Георгий Гуев. 15 мая 2019 года он был арестован в Москве. На видеозадержание, которое показали по многим федеральным каналам, вооруженного исключительно зонтом молодого парня, арестовывают, словно какого-то преступника-рецидивиста, действительно представляющего угрозу обществу. Чуть позже появится информация, согласно которой Георгий на протяжении нескольких лет финансировал запрещенную на территории Российской Федерации организацию ИГИЛ, Исламское государство, и проспонсировал ее на сумму 50 миллионов рублей. Пожалуйста, запомните эту цифру. 50 миллионов рублей. Чем же реально занимался Георгий на протяжении этих нескольких лет? Он с отличием окончил Российский экономический университет имени Плеханова, получил приглашение на хорошую работу, создал семью, и у них с супругой родилось двое детей. Он снимал квартиру в столице и жил жизнью обычного среднестатистического россиянина, хотел приносить пользу своей семье, родным и близким, и быть полезным обществу. 14 июля 2019 года, когда прошло буквально два месяца с момента ареста, но уже стало понятно, что в доказательной базе есть серьезные пробелы и недочеты, я опубликовал пост, в котором выступил защиту Георгия и возмутился происходящим. После этого со мной беседовали сотрудники различных министерств, ведомств, структур, да и просто друзья, знакомые, и все как один выражали недоверие тому, что Георгий не причастен, и не могли поверить в то, что Георгий действительно не виновен, ведь 50 миллионов рублей – это очень серьезная сумма, и действительно серьезное обвинение, но не просто же так. 31 августа 2019 года во Владикавказе прошел митинг, который организовали родные Георгия, и я также выступил на нем в его поддержку. После этого разговоры продолжились. Скептиков не смущало даже то, что на одном из центральных рынков во Владикавказе когда-то пострадала мать Георгия и чудом осталась жива. И после этого у Георгия, конечно же, выработалось совершенно определенное чувство ненависти ко всему, что связано с насилием и просто непринятие насилия. С течением времени, от месяца к месяцу, скептиков становилось все меньше, потому что обвинение буквально начало разваливаться на глазах. Хотите знать, какая сумма сегодня значится в обвинительном заключении, копия которого находится у меня на руках? Это 7 тысяч 1 рубль. То есть практически в 7 тысяч раз меньше, нежели объявленная и заявленная в самом начале сумма. 7 тысяч 1 рубль – это сумма нескольких траншей, которую он перевел на счет благотворительной организации в течение нескольких лет. То есть 3 тысячи 1 рубль, 2 тысячи и еще раз 2 тысячи. Эта сумма предназначалась для помощи в строительстве колодцев для детей в Африке, у которых в буквальном смысле нет крыши над головой и которым нечего кушать. Кто досмотрел видео до этого момента и находится на стадии смятения, непринятия, специально для вас я сейчас зачитаю строки. Это начальные строки из обвинительного заключения, и вы сразу все поймете. Гуев, исповедуя крайние, наиболее агрессивные формы ислама, просто вслушайтесь, призывающие к джихаду в священной войне против неверных, то есть представителей других религий и конфессий, имея положительное отношение к идеологии насилия и практике воздействия на принятие решений органами госвласти, органами местного самоуправления и международными организациями, связанными с устрашением населения и так далее и тому подобное. При этом, как вы понимаете, в деле абсолютно не раскрывается, и стороной обвинения абсолютно не аргументируется. То, что Георгий исповедовал наиболее агрессивные формы ислама, то, что он положительно относился к методам устрашения населения и так далее и тому подобное. То есть это просто слова, взятые из воздуха. На днях срок заключения под стражей Георгию Гуеву был продлен еще на полгода. То есть парень, который находится уже год без веских причин и оснований в Бутырском следственном изоляторе, просидит там еще полгода. Несмотря на то, что к делу Георгия Гуева подключались политики федерального уровня, несмотря на то, что у Георгия действительно хорошие адвокаты, серьезные профессионалы, несмотря на всю эту несуразицу, мы понимаем, что, скорее всего, Георгия хотят обвинить и посадить, то есть дать ему реальный срок. Давайте все вместе попробуем предпринять еще одну попытку. Пусть она будет тщетной, пусть она не принесет нам нужный результат, но мы будем знать, что мы попробовали. Мы будем знать, что мы не остались в стороне и протянули руку помощи своему земляку, своему соотечественнику, попытались спасти его судьбу. Ведь именно общественный резонанс не дал приписать парню неведомую сумму в 50 миллионов рублей. В описании к данной публикации я отметил несколько профилей, которые теоретически могут обратить на это внимание, не остаться также в стороне и помочь нам в распространении информации. Просто отметьте один или несколько раз в комментариях каждый из этих профилей. И помните, что, к сожалению, это может случиться с каждым из нас. Спасибо за внимание.